И это Дзюдо со звездами. Специальный выпуск. Мы поздравляем вас с наступающим новым 2022 годом. В этом выпуске мы вспомним наших героев, наших звезд, которые покорили ваши, наши сердца. Нулевой километр. По традиции надо вставать на середину и кидать монетку. Вот отсюда все и началось. Вот отсюда все и началось. Ты можешь, если у тебя есть мастер-карт, виза, тоже бросить ее. Пойдем дальше. Леш, ну сейчас не лето, а я помню, как совсем недавно у нас был с тобой первый выпуск. И он назывался «Леденев вернулся спустя 10 лет». Кто смотрел этот выпуск, помнит о том, что ты был тренированный, тренированный. Но Дзюдо тогда дал много комментариев, что нету той реакции. А спустя, уже считай, июнь, июль, август, полгода, полгода, полгода у нас уже... Дзюдо со звездами полгода, дорогие друзья. С чем мы вас и поздравляем в том числе. У нас уже более 25 выпусков, которые беспрерывно каждый четверг выходят. А как твоя реакция? С реакцией все восстановилось за 26 недель? Я стал мега реактивным, суперскоростным. Я провел очень много схваток со звездами. А я стал мега популярным. У меня 111 тысяч подписчиков в Инстаграме. Я 15 лет в форме был, у меня даже разминаться не было. Два, три, три. Обязательно в сердечине 5 отжиманий. Раз, два, три. Шоу Дзюдо со звездами для чего? Шоу Дзюдо со звездами это глобальный проект. Это тренд, который мы создаем. Для чего же создаем? Пропаганда здоровья. И в частности Дзюдо. Дзюдо это как путь к здоровью нации. То, к чему мы вас призываем. Это не просто герои, это не просто звезды. Это люди, которые своим примером показывают, что нужно заниматься спортом. Сейчас это Дзюдо. Завтра, может быть, это будет другой вид спорта. Но здоровье нации стоит в приоритете. Кому бы ты отдал премию самый мега топовый герой Дзюдо со звездами? Слушай, я был очень удивлен и до сих пор не понимаю, как у нас это получилось. Первый выпуск это «Леденем вернулся», а второй это мега звезда Андрей Малахов. Поэтому я считаю, что он достоин сражаться за это звание в нашей премии. Я считаю, Андрей колоссальный молодец, потому что с его популярностью он сделал такой прорыв и оказал такую честь и помощь нам, поучаствовав у нас в проекте. Спасибо большое, Андрей. И я считаю, для него это было тоже супер, потому что он никогда не выходил на Дзюдо, никогда не одевал кимоно. И здесь он потренировался, почувствовал свое тело, понял, что единоборство – это круто. Поэтому премия самый топовый. Я тебе больше скажу, что он даже меня замотивировал, когда он пришел к нам на тренировку, и он замотивировал меня дальше развивать. Я думал, нифига себе, Андрей Малахов пришел. Давай дальше, 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 дальше. Значит, мы можем всех привезти. Да, Дениска вот только вот один… Дениска – это что? Джиган. В этом году Джиган, 22-й год, 22-й год твой. Денис, Денис, все ты начин. Это очень тяжело. Опа! Андрей должен бросать. Миксин. Первый канал, и даже с первого канала у нас были гости. Тимур Соловьев показал выдающуюся технику борьбы. Оказывается, он занимается боксом, единоборствами. Очень спортивный молодой человек. Тимурчик, может быть, он сейчас, кстати, там. Он каждое утро там? Каждое утро там. Наверное, он уже поехал тренироваться дзюдо. Да, кстати, он продолжил тренировки, молодец. Остановился на достигнутых результатах. Сделать схватку с чемпионом мира и почти победить его дорогого стоит? Тимурчик, я иду за тобой. Тимурчик, ты где? Тимур, Тимур, вставай на тренировку. Он был в школе носа в 2009 году. Он же занимался дзюдо базовым уничтожением. Тимурчик, ты быстро ориентируешься. Финальная встреча Кубка мира дзюдо со звездами. Можно объединять атаки. А сколько у нас было выдающихся и самых красивых женщин? Ты только вспомни. Я только помню первую нашу женщину. Значит, первая женщина... Кто же это был? Это была Алиса Селезнева. Алиса Селезнева. Маленькая красотка, которая так сделала каратэ красиво. Да. Вспомни Лию Валянскую, как она красиво поет. А вспомни Инессу Швадскую, нашего психолога, которая изучила нас от посттравматических синдромов. Проникла в наши недры головного мозга. Мега-актрису Карину Звереву. Слушай, Карину Звереву не то что вспомни, забыть не могу. Я ее просто не могу забыть. Какие потрясающие женщины. А сколько нас еще ждет? Сколько мы приготовили для вас? И, кстати, пользуясь случаем, девчонки, приходите к нам в шоу. Дзюдо это не только для мужчин. Дзюдо это олимпийский женский вид спорта. И сейчас очень, главное, модно, а девочки любят, когда слово модно, заниматься дзюдо. Ау, телефон! И сегодня вместе с нами Эмилия Сосискина! Ты будешь моей! Пара-бара-пам! Новогоднее настроение супер! Великие атлеты были у нас. Тамерлан Тменов. Сурен Романович Балачинский. Величайший самбист, чемпион мира многократный. А что вы скажете о выдающемся, величайшем, на мой взгляд, одним из лучших спортивных менеджеров, Камил Гаджиев. Отстаньте от этой груши, у нас сегодня есть Алексей. Сурен Романович Балачинский. Хочу! 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 Мы пришли к истокам, к нашей истории. Сколько атлетов было у нас, выдающихся. А что вы скажете по поводу самого сильного человека, Кокляева Михаила? Не вы ведущий, я ведущий. Я вопросы задам. А сколько весу? У меня 98. Тоже 90? Интересно, я с вами присяду. Мы забыли о спортивном журналисте номер один. Игорь Лазорин. Как дела? Я из команды, Хабибас. Где стоишь? Слушай, за этими стенами будущий наш герой, Владимир Владимирович Путин. Он не будущий, он не прошлый, он настоящий наш герой. Также у нас был выпуск с главным ринг-анонсером Сашей Белым. И их объединяет, что... Ринг-анонсер. Это парень, который постоянно жмёт руку Владимиру Владимировичу. Саша Белый. Да, они, получается, оба, Владимир Владимирович и ринг-анонсер наш Саша Белый, были в стенах самбо-70. Тот выпуск мы сделали в нашей великой школе. Да, наша альма-матер. Самбо-17. Не, ну... Саша молодец. Приезжай, говорит. Пообщаемся немножко. Я говорю, пацаны, не боролся несколько лет. Нет, да ладно, какой там бороться. Поговорим о жизни, о том, о сём. Бороться с тобой никто не будет. Вообще никто. Хоп! Лёш, а помнишь главного фокусника? Иллюзиониста? Иллюзиониста, да. Иллюзионист. Сергей Сафронов тоже побывал у нас? У нас. И заставил нас исчезнуть? Не бойся, не бойся, заходи. Заходи. Здравствуйте. Висеть перед ногами, поэтому у меня спорт каждый вечер практически. Так, ну два по две, ладно. Раз! Юный Максик. У меня тоже есть Макер для тебя. Русские народные песни. Ах, напоминают мотивы нашего певца, который успел поучаствовать у нас. Прохор, где же ты, Прохор? Помните, как он исполнял в зале? Прям душа его в кимоно раскрывалась. Моя душа пела, когда я слушал Прохора. Вот это настоящие российские мотивы. Очень красиво он поет. Из какого района, а? Слышь, ты че? Ну че, какой план? План захватить весь мир. Эх, дубинушка, ухнем. Эх, зеленая, сама пойдет, сама пойдет. Подернем, подернем, да ухнем. Он сам, если что, сдаться. Вот, 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 еще сильнее. Вспоминается мне, как мы внедрили в наши выпуски противостояние. И один из первых был Брюс Хлебников, с которым тебе пришлось сражаться. Но он в пять лет разрывал грелки. Но разорвать Леденеву у него не получилось. Брюс, ну как же так? Да. Встречаемся на ковре. Как я люблю этот холл. Как Александр Пересвет, который любит зиму, который купается, танцует и путешествует на мотоцикле по заснеженным просторам Сибири. Я предлагаю зайти в ГУМ, но мороженое точно кушать не будем. А я, честно, даже не ожидал этого, это холл. Лёш, твой стиль. Ах, мой. Оферы на гол, на босу ногу. Как я люблю. И, кстати, в такой мороз я себе тоже не изменяю. Я себе тоже. Мои олени на месте. Ах, потрясающе погреться. Смотри, какая сказочная ёлка. Твоя любимая сказочка? Ты знаешь, у меня нет любимых сказок, но моя супруга очень любит, очень любит сказку про Щелкунчика. Смотря на него, я вспоминаю нашему следующему герой, который у нас был. Кудрявый, помнишь такой? Ты должен вести Дом-2. Ты! Ты! Оооо! Это наш, пожалуйста. Самый сильный участник Дом-2. А помнишь, сколько было у нас специалистов хорошего уровня? Вспомни, это юрист-адвокат лучший в России Александр Карабанов. Детектив, который раскрывает любые тайны. Эрнест Асланян. В колуарах его называют монстр адвокатуры. Чего? Ооо, слушай, ладно! Страхуйся только! Поехали! Все! Шоу! Освоил дзюдо на все 100%? Живите, развивайтесь, мы будем рядом и мы вас подстрахуем. Кого еще вспомнишь? Рахман Янцуков, главный предприниматель. Аванти вперед! Аванти! Рахман мастер спорта по вольной борьбе. Чего-то я очкую с ним бороться. Ай, не переживай, все нормально будет. Не переживай. Нас же двое. Поможешь, если что, да? Главное, чтобы их не трое было. Ты знаешь, после того случая, как я упал в воду с высоты, я даже стал бояться и высоты, и воды. Ах, Адам, Адам, зачем ты сбросил меня в воду? Адам был хорош. Адам Индиев. Как мы сделали эту схватку на понтоне, в центре озера. Это было феноменально. Я изучал эту историю, никто не повторял, никто не делал до этого такую платформу. В следующем году мы сделаем это еще круче, в другом месте. Адам, Аликс, как дела? Супер. Меня слышно? Слышно! Это дзюдо со звездами! Ну что, Пагдали! Покажите класс! I've win! I've win! Now that I'm legit, y'all can't fuck with the boy, mean you can drive, but I still play with them toys, big is your big, homie, they make plenty of noise, like your snitch, homie, keep them real, case I need to bust, like your bitch, homie, no pop gun, this shit loaded, drum or flip, homie, stand over, with my drip flowing, like I'm waterboarding, this the age of the white, devil born out the top, Вот и поборолись. Может, возьмешь у меня интервью? Эдуард Каневский любит брать интервью. Эдуард Каневский, да, журналист. А помнишь, как он ударил тебя по тайскому боксу ударами? Когда я схватил эту ногу. Да не. И в этом выпуске у нас еще был наш братский товарищ, Иван Косов, да. Да, помню его в самбо 70. Нет, 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 я не готов. Я не готов, я не готов. Леха, я пошел. Не переживай, да. Давай замок, замок. Они ничего, эти удары вообще не знают. Замок сводил, татаны, и все. Леша, что ты несешь? Я несу свет, добро, только бутвайнс. Позитив, позитив, позитивная энергия направляет сейчас потоками. Only positive. Ведь завтра новый год. Завтра новый год 2022. И что он нам принесет? Счастье, успех. Это наш год. Это ваш год. Это год дзюдо со звездами. Тигрового дзюдо. Год тигр. 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 Ах, какой же лев этот тигр. Максим, как ты думаешь, что же нас ждет в 2022 году? Что ждет дзюдо со звездами? Может быть, дзюдо со звездами что-то нам даст? Я буду отвечать за себя. Ведь всегда нужно начать. Нет, ты отвечай за звезду, за герб, который ты прилепил себе. А все последуют нашим примерам. Будем развиваться, идти к самым высоким целям, которые будем перед собой ставить. А главное, друзья, будем объединяться. Ведь вместе мы сильнее. Так, мы в России зима. Пойдем найдем медведя. И поборемся с медведем. Поборемся с медведем. Ах, если бы здесь был медведь, я бы с ним поборолся. Да, как с Максимом Новоселовым. Ты помнишь, какой он огромный? Это русский богатырь. Сейчас только одни тигры, поэтому мы можем с тигром сразиться. Кстати, очень ждем укротителей тигров с братьев Запашных. Рей, извини. Да нет, Макс, Макс, Макс. Макс, Максим. Извините. Не надо. Думал, Макс Новоселов обознался. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник. Друзья, мы так замерзли, но вы обязаны подписаться на наш канал и смотреть дзюдо со звездами. Каждый четверг не пропускайте. В будущем будет мощно, круто. Еще круче. Хотя куда уже круче. Да, да, Владимир Владимирович. Все, заканчиваем. Идем, идем. Все, Леша, идем. Уходим. Все, уходим. С Новым Годом! С Новым Годом!